О комбинаторике в самых разных ее вариантах и о вероятностях. Почему это важно? Потому что знание вероятностей реально помогает даже не математикам делать многие вещи. Вы знаете, что есть всякие таблицы смертности от коронавируса. Есть. Есть. В одной из этих таблиц было написано следующее. Вот такого числа умерло 11 человек. Такого числа умерло 10 человек. Такого-то 12. Примерно 2 месяца подряд. Нашли числа 10, 11, 12, 11, 10, 12. Я не помню точно, разумеется, как там шли. Математик посмотрел на эту последовательность и сказал, очевидно, что это... То есть понятно, что кто-то там умирал, но очевидно, что это брали не из настоящих документов, а просто так писали. Под каким способом догадался чиновник, который дает информацию, сидел, и думал, вот у меня есть число 10, 11, 12, ни больше, ни меньше. Как бы мне сделать вид, что это случайная последовательность. И он придумал, чтобы последовательность была случайной, давайте-ка будем писать после 10, что угодно друг не писать. И он догадался, а давайте-ка будем все время после 10 писать или 11, или 12. Тогда будет случайная последовательность. Ну, ребята, если последовательность действительно случайная, то 10 после 10 встречается столь же часто, как 11 или 12. Таким образом, если вы видите, что написано много раз, три числа, и никогда после числа не написано уже, это уже признак того, что это не случайная последовательность. Ну, это, что-то совсем простая подделка, да? Другой пример, когда проходит какие-нибудь выборы. У нас есть такой Сергей Шпилькин, который берет данные с участков, которые публикуются, но сейчас они все меньше и меньше публикуются, но тем не менее берет. И говорит, скорее всего, по-настоящему голосовали там-то, там-то и там-то, а подделок было столько-то процентов. Не знаю, 70% участков было фальсифицировано, но есть при этом 20% участков, где мало фальсифицировали, 10%. Интересно, а как он отличает те, что мало, а того, что много? На роддом? Нет, конечно, нет, конечно, нет. Оказывается, что в вероятности, если подумать над такими задачами, очень много есть способов, что называется, добывать информацию там, где казалось бы, там где-то тщательный фронт и так далее, и так далее. Нет, конечно, если взять и, в принципе, не обращать никакого внимания на то, кто голосует, и выдать просто произвольные числа, конечно, из этого никакую информацию не извлечешь. Но оказывается, что если есть хоть какое-то небольшое количество участков, которые посчитают честно, каким-то способом это стало известно, то очень многое можно. Где еще очевидным образом используется вероятность? Ребята, в теории связи вы можете пользоваться своими мобильными телефонами, но вы понимаете, что когда сигнал не идет, то вообще-то он всегда искажается. Ну, не искажается. Вам показывают все, без искажения. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, ребята, коротко говоря, чтобы не заниматься просто философией, дискретная тематика, вот эти вот всякие комбинаторные рассуждения и так далее, превратились в мощное, практически нужное средство совсем недавно. Где-то с середины 20 века, когда были изобретены компьютеры, то комбинаторика из разряда более-менее игрушечных вещей, между прочим, было же время, когда вообще комбинаторику за математику не считали. До 19 века было очень мало работ по комбинаторике. И вот только в 20 веке по-настоящему люди осознали мощь и полезность теории графов, многих других. Теория вероятности по-настоящему развивалась именно тоже в 20 веке и так далее, и так далее. Кстати, есть интересная вещь в преподавании. Вы понимаете, что преподавание всегда немножко отстает от науки, потому что невозможно преподавать то, что сам не знаешь, правда? И поэтому всегда то, чему учат студентов, оно идет с каким-то запозданием. Есть великий американский программист и математик Дональд Кнут. Некоторое количество лет назад он вместе с другими людьми начал в Американском университете, где он работает, читать курс дискретной математики. Он назвал ее «Конкретная математика». И этот курс, внимание, не для школьников, для студентов, стал настолько популярным, что была написана книжа. И я ее всем вам рекомендую. Не в смысле, чтобы прямо сейчас ее читать. Многое вы там не поймете, она все-таки действительно для школьников и студентов. Посмотрите, ее можно еще вполне себе скачать. Кнут, график и фатаж. Толстенная книжка. Серьезный курс для студентов. До этого вообще студентов почти не учили дискретной математике. Считалось, что математические анализы, дифференциальные сравнения, это уже серьезно, это интересно. А дискретная математика, это наоборот, у каких-то не такие очень важные. Не так уж и важно, да? Так вот, на самом деле, все наоборот. Вероятности комбинаторика чрезвычайно нужны в жизни. В этом году возник свободный университет. Кто-нибудь слышал об этом? История такая. Есть очень большое учебное заведение, высшая школа экономики. И в этом году, летом, много самых лучших преподавателей было оттуда уволено, ну, потому что решили вхлечить политическую чистку, да? Самых-самых лучших преподавателей уволили. Так вот, эти самые... Так обычно делают. Вот, так вот, и эти самые преподаватели поняли, что они вот остались без работы, без доступа к студентам, и объединились, и назвали себя свободный университет математических курсов. Ну, понятно, что, когда увольняли же, не думали, чтобы по каждой профессии уволить по одному человеку. Правда? Так вот, кто не понравился, того и уволили. Так вот, математических курсов пока что в этом самом свободном университете всего один. И это курс по вероятностям. Почему? А потому что они поняли, что каким бы вы гуманитарием ни были, но на самом деле самая важная для вас наука – это вероятности. Линдвист, когда работает со своими текстами, придумывает систему машинного перевода или что-нибудь такое, он должен пользоваться вероятностями, причем очень серьезным образом. Если человек занимается гуманитарной наукой, именно как наукой, не просто так вот поговорить о том, что вот там древние что-то такое знали, и все. Нет, а если он пытается получать какие-то новые результаты содержательные, то без серьезного знания теории вероятности просто невозможно ничего сделать. И наоборот, при помощи аппарата очень хорошо развитого измечания теории вероятности удается довольно многое добывать, когда, казалось бы, информации у нас почти нет. В общем, ребята, очевидно, что с развитием компьютеров необходимость в знании комбинаторики и вероятности будет возрастать, возрастать и возрастать. И вот ровно этому будет посвящен наш кружок. Будем довольно часто повторяться. Цель моя состоит в том, чтобы решить много задач. Мы начнем, пожалуй, с самого главного правила, которое есть в ламинаторике. Называется правило произведения.